сицилийская капоната фантастическое блюдо из кабачков его нужно обязательно кушать с хрустящим хлебом и всей дружной семьей первое что мы сделаем нарежем репчатый лук вы можете выбрать любой другой красный белый все что вам нравится нарезаем крупным кубиком пока будет обжариваться лук мы подготовим остальные овощи отправляем жарится лук на медленном огне сделаем вот такие надрезы на томате и ошпарим его кипятком это делаем для того чтобы было легко снимать кожуру нам томаты здесь понадобится без кожуры подержим 30 секунд в горячем кипятке и шкурка снимается очень легко в одно движение когда помидор уже очищен над кожурой удаляем эту сердцевину и нарезаем крупным кубиком и не забывайте помешивать лук иначе он у вас горит жарим на огне ниже среднего так чтобы румянился возьмем 4 зубчика чеснока нарежем его мелким мелким кубиком стебель сельдерея нужно очистить от кожуры нарежем его мелкой соломкой буквально от одного стебля половинку когда обжарили лук буквально через пять минут добавляем стебель сельдерея чеснок обжарим одну минутку возьмем кабачок отрежем ненужные детали у него и нарежем его очень-очень крупным кубиком через минуту добавляем томаты все обжариваем на среднем огне никуда не спешим сос должен приготовиться и быть отличным вкусом и так помидоры с луком готовы добавим немножко перца чили томил я кстати помидоры в течение 7-8 минут добавим немножко соли перемешаем добавим капельку орегано обязательно пробуйте можно так уж клянусь вам это так вкусно погнали дальше готовить хорошо разогреем сковородочку в который пожарим отдельно обязательно отдельно кабачки добавляем обжарим на огне выше среднего нарезаем оливки если у вас оливки с косточкой нарезайте вот таким образом если без косточки просто нарежьте колечками обжарили до готовности у меня это заняло буквально пять минут добавляем добавьте свои любимые специи но я вам порекомендую добавить специю они добавим оливки которые нарезали перемешиваем и готово когда наша закуска готова она постояла минут 10 все промариновалось подружилась добавили свежую зелень берем хлеб обязательно хрустящий наносим нашу на маску и кушаем до упада бомба как видите блюдо готовится очень легко очень быстро из доступных нам продуктов я считаю это самым главным когда продукт доступен всегда и он по хорошей цене а на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал если вы этого еще не сделали обязательно напишите мне комментарий вкусно ли этого блюда будете ли вы его готовить и до скорой встречи